Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана в студии Султан Нугайбеков и вот главные темы выпуска. Последствия метели. Три дня городские службы практически работают круглосуточно. Как Татарстан приходит в себя после обильных снегопадов, узнал Дмитрий Аринин. Надежный партнер. Турецкая республика один из ведущих заубежных партнеров республики Татарстан. Как прошла рабочая поездка делегации Татарстана в провинцию Турции Бурса, расскажет Вероника Гайнудинова. Госансамблю песни и танца 85. Как развивался коллектив и как он остается актуальным с юбилейного концерта Лины Зинатулина. Татарстан приходит в себя после сильного снегопада. Его из Средиземноморья принес южный циклон. В республике снова не обошлось без редкой опасной аномалии ледяного дождя. Непогода привела к обрыву проводов, задержке авиарейсов и пробкам на трассах. Как подсчитали синоптики, за выходные в республике выпало почти две трети месячной нормы осадков. То, что происходило в выходные, кто-то назвал снежным апокалипсисом, кто-то вторым приходом стихии. Благодаря чему последствия циклонов в Татарстане все же получились не такими серьезными, как, например, в Москве. И чего от погоды ждать в будущем, расскажет Дмитрий Аринин. В минувшие выходные в республику пришел мощный южный циклон. Как подсчитали, выпало около 30 миллиметров осадков. Это почти две трети месячной нормы. Он был настолько сильным, что видимость на трассах местами приближалась к нулю. Во дворах замело автомобили. В этот день лучше было не выходить из дома. В соцсети и мессенджеры завалило видео, как Татарстанцы пробираются через Пургу. В результате почти нулевой видимости на трассе М7 в Зеленодольском районе произошла трагедия. Автомобиль наехал на женщину. Она скончалась на месте. Совершил наезд на пешехода женщину в 1949 году рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В воскресенье из-за непогоды на дорогах республики пришлось ввести ограничение движения для грузовиков и автобусов. Это первый случай с начала зимы. Проезд был открыт только сегодня в 6 утра. Также минувшей ночью не работал аэропорт Казани. С 6.30 утра 12 декабря аэропорт Казань открыт на прием и выпуск воздушных судов. Рейсы выполняются в штатном режиме. С пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпаний в соответствии с федеральными авиационными правилами. Из-за обледенения проводов с пятницы по воскресенье в Казани зафиксировали 26 случаев простоя электротранспорта. Для ликвидации ЧП задействовали дополнительные дежурные бригады. В городе практически не произошло увеличение дорожно-транспортных происшествий, но даже единичные факты, происходившие ДТП на основных магистралях, приводили к существенному увеличению заторов ситуации, а также сказывались на работе общественного транспорта. Казанцам этим утром пришлось не только выкапывать свои автомобили, но и, как Андрей Усов, очищать от корки льда. Пока не прогрелось, тяжело. Когда отогревается уже, она уже легче сходит. Как говорят дворники, после этого ледяного дождя корка на асфальте образовалась все же не такая твердая и большая. Неделю назад скоблить было гораздо труднее. Так раз еще тяжелее было, это прилипло. Это еще вот второй раз вот так вот убираем. За выходные с казанских дорог вывезли более 30 тысяч тонн снега. Ежесуточно работали более 500 единиц техники. Три дня городские службы фактически работают круглосуточно, но этого времени объективно недостаточно для того, чтобы ликвидировать последствия такого снегопада. Несмотря на объемы вывезенного снега и количество задействованной спецтехники, вопросы все-таки у нас есть еще и по дворам, и по тротуарам, по остановкам общественного транспорта. Поэтому усиляемся, усиляемся, работаем. Тем более температурный режим позволяет нам использовать еще и реагенты. В Нижнекамске в вечернее время усилили работу по уборке улиц, проезжей части и дворов. Вышли 44 единицы спецтехники, что вдвое больше, чем в предыдущие дни. Гаражные кооперативы, садоводческие комплексы, все это должно, каждый должен выщищать свою территорию, чтобы не было претензий со стороны жителей города и района. Как отмечают метеорологи от обильного ледяного дождя, как было в Москве и других городах Центральной России, Татарстан спас сибирский антициклон, который сейчас главенствует в республике. Все эти неприятности, они как-то проходят немножко западнее нас. И тут вот идет такая полоса активная, от Белого моря до Черного моря. А у нас погода, условно, оказывается все-таки немножко влиянием того самого сибирского антициклона, гребенем сибирского антициклона. Поэтому видите, какая сегодня погожая погода, солнце и облаков нет. По метеопрогнозам, в ближайшие дни в республике сохранится ясная погода почти без осадков. Температуры будут в пределах климатической нормы, около минус 6 градусов. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Татарстан. В Татарстане идет рост сезонных заболеваний. За прошедшую неделю ковида стало больше на 14%, ОРВИ и гриппа на 25%. В субботу Рустам Мениханов на совещании в Доме правительства поставил ряд задач по борьбе с распространением вирусных инфекций. Он поручил Минздраву обеспечить готовность медучреждений, а также продолжить вакцинацию. На предприятиях и в школах соблюдать фильтры на входе, в трудовых коллективах обеспечить санобработку и проветривание. Сегодня тема стала одной из главных уже на городских аппаратных совещаниях. Так, в набережных Челнах рост заболеваемости коронавирусом снижается, но он выше республиканского почти на 3%. Такие данные мэру озвучил главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бореев. Он отметил, все больше жителей обращаются с ОРВИ и гриппом, в том числе штаммом H1N1, а он дает осложнения. Главный способ защититься – это вакцинация. Препараты Ультрикс и Савигрипп в городе имеются. В Нижнекамске привычная кампания от гриппа уже завершена. Вакцинировалось более 128 тысяч жителей, из которых 33 тысячи дети. Как отметили в исполкоме, за минувшую неделю почти 1400 человек побывали на приеме в красных зонах поликлиник. Больше всего жалоб на высокую температуру. Для профилактики гриппа врачи рекомендуют придерживаться тех же рекомендаций, что и при ковид – соблюдать дистанцию, носить маски, укреплять иммунитет. В свою очередь Рамиль Мулин призвал предприятия и организации соблюдать санэпидрежим и меры профилактики. Сегодня делегация Татарстана с рабочим визитом находится в Турции. Ее возглавляет президент Рустам Мениханов. В составе – руководители крупных предприятий республики и представители бизнеса. Делегация посещает один из самых экономически развитых регионов Турции – Бурса. Здесь расположились сразу 17 промышленных зон. Это главный автомобильный центр страны. С Бурсой Татарстан сотрудничает больше 10 лет. Но, как сообщили сегодня участники бизнес-форума «Татарстан-Турция», перспектив еще больше. Провинция Бурса – четвертая по величине в Турции. Это центр автомобильной промышленности страны. Здесь также развита оборонная, химическая, мебельная отрасли, машиностроение, станкостроение. В провинции 17 крупных промышленных зон. На протяжении 10 лет Татарстан активно сотрудничает с Бурсой. Рустам Мениханов сюда приезжал три года назад. Тата встречи ему напомнил губернатор провинции Якуб Джанбулат. С этой встречи и начался рабочий визит. Республика с регионом активно взаимодействует. Сотрудничают торгово-промышленные палаты. Налажены контакты с Союзом экспортеров автопрома «Улудак». Есть хорошие перспективы для дальнейшего развития, подчеркнул Рустам Мениханов. Наша республика может по праву называть себя одним из наиболее привлекательных российских регионов для турецкого бизнеса. Товарооборот республики с Турцией в 2021 году превысил 563 миллиона долларов. Рустам Мениханов, выступая на бизнес-форуме «Татарстан-Турция», отметил, республика уделяет особое внимание расширению сотрудничества с Турцией, направленное на укрепление российско-турецких отношений. Турецкая республика – один из ведущих зарубежных партнеров республики Татарстан. В прошлом году наш товарооборот между нами вырос на почти 56%. Мы очень благодарны турецкому бизнесу, который инвестировал руководство Турции. Как было сказано, более 2,5 миллиардов долларов США инвестированы, и эти предприятия современные и успешно работают. В Татарстане работает 10 крупных заводов, основанных турецкими компаниями. В частности, это большой проект с холдингом «Джош Кунос». Компания занимается производством автокомпонентов в особой экономической зоне Алабуга. Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане. Это площадка для вхождения в российские рынки. А также готовы создать для них все необходимые условия. Татарстан представляют руководители крупных предприятий и бизнес-организации. Это АКАМАЗ, Казанский завод синтетического каучука, компании, которые производят автокомпоненты. Расширение сотрудничества в машиностроении Рустам Мениханов обсудил уже на встрече с основателем группы компании «Гюриш», председателем правления «Дёкташ» Тефиком Ямантюрка. Президент предложил компании локализовать производство в Татарстане. Мы сейчас не только приглашаем работу в Татарстане, хотя мы это дальше продолжаем, чтобы турецкий бизнес был серьезно представлен Россией. Татарстан – это та площадка, где им должно быть комфортно и удобно, и хорошо для работы. Также Рустам Мениханов посетил автомобильный завод «ТОК» в марте. Здесь начнется серийное производство первого турецкого электромобиля. Президент поздравил с проектом и протестировал новый электромобиль. Вероника Гайнудинова, Давид Абдулин, ТНВ, Турция. В набережных Челнах почтили память и другого участника СВО Руслана Газизова. В школе номер 40, в которой учился герой, открыли мемориальную доску. В начале сентября Руслан ушел на спецоперацию добровольцем. Героический погиб при выполнении служебно-боевого задания. Ему было 34 года. В рамках образовательного проекта «Парта героев» в школе будет установлена именная парта. «Ну как? Отец может не гордиться с таким поступком. Он же уехал до мобилизации еще добровольно». Страна должна знать своих героев. Я так считаю. Это нужно для подрастающих, так скажем, молодых поколений. Чтобы каждый знал, что есть такие люди, которые готовы защищать Родину. Продолжается судебный процесс по делу о трагедии в 175-й Казанской гимназии. Сегодня в Верховном суде допросили свидетелей. Это педагог-психолог, учитель русского языка и литературы, а также английского. Педагог-психолог Зухра Арысланова рассказала, что утром в день трагедии, перед уроками, когда встречала у входа учеников, заметила подозрительного человека в очках и медицинской маске, который изучал расписание. Педагог подошла к нему и спросила, что он делает в школе. По ее словам, он начал расспрашивать, во сколько начинаются уроки. Она попросила его покинуть школу. Сегодня в зале суда Зухра Арысланова подтвердила, что это был Ильнас Галявеев. Учитель английского языка Алия Саберзянова в момент нападения была в классе с учениками на третьем этаже. После оповещения по громкоговорителю она заперла дверь, но из соседнего кабинета услышала крики о помощи. Там была часть учеников 9-го Б-класса. Без педагога, рассказывает Алия Саберзянова. Учитель, открыв дверь, успела завести детей из соседнего кабинета в свой класс. Так ей удалось спасти учеников. На сегодняшнем судебном заседании были допрошены учителя гимназии 175, которые в момент нападения находились в школе и предприняли меры по спасению детей и их дальнейшей эвакуации из школы. Брежь в рядах охранников-профессионалов закрыли пенсионеры и женщины. Как охранные предприятия борются с дефицитом кадров из-за частичной мобилизации и потока добровольцев на СВО, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня день Конституции России. Наша страна обрела основной закон в 1993 году. С этим событием татарстанцев поздравил Рустам Мениханов. Ролик президент республики опубликовал у себя в социальных сетях и подписал «С днем Конституции Российской Федерации». С днем Конституции России жители республики поздравил и председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин. Этот день объединяется граждан разной этнической и конфессиональной принадлежности в искреннем стремлении сохранить и приумножить историческое величие отчизны. Конституция 1993 года надежно закрепила базовые принципы построения российского социума. Непереходящий статус прав и свобод гражданина, сохранение государственного единства и территориальной целостности, идеологическое многообразие, защита традиционных духовно-нравственных ценностей. Конституционная реформа, реализованная по инициативе президента Владимира Путина и одобренная большинством населения страны в 2020 году, существенно обогатила этот основополагающий политический документ. Сегодня Татарстан четко следует ориентирам, заданным отечественным конституционным полем, говорится в обращении Фаррида Мухаммедшина. В День Конституции страны активисты патриотической организации «Форпост» вместе с представителем Минмолодежи раздали казанцам ленты в цветах флага России. Акция прошла на улице Баумана, ленточки с триколором получили больше трех тысяч человек. Вот такой небольшой акции с раздающей ленточек цвета триколора российского флага мы хотим обратить внимание граждан нашего города, нашей республики, к тому, что сегодня очень важная дата, потому что Конституция является основополагающим документом, на основании которого существует в принципе наше государство. В честь праздников цвета российского триколора окрасилась и казанская телебашня. Иллюминация будет светиться до 11 часов вечера. В этот же день цветами российского флага будут сверкать башни и в других крупных городах страны. Некоторым налогоплательщикам Татарстана не нужно тратить время на исчисление и уплату налогов. Новая упрощенная система налогообложения дает возможность сделать это автоматически. Татарстан стал одним из четырех регионов, который перешел на пилотный проект. Сейчас по новой системе в республике налоги платят около 230 тысяч человек. Система считает налоги с онлайн-касс и банковских счетов, отменяет представление десяти форм отчетностей, в том числе и налоговую отчетность. Данные отправляются в налоговую службу автоматически, делается это ежемесячно. Пока программа доступна только индивидуальным предпринимателям и организациям, открывшимся не позднее 1 июля этого года. С 2023 года на новую систему налогообложения смогут перейти все желающие. Сегодня мы сами отчитываемся перед налогоплательщиками, делаем за него отчет, а налогоплательщик соглашается с нашими действиями. Думаю, это очень важный момент, он существенно разгрузит время наших уважаемых предпринимателей и сократит их производственные издержки. Медицинскую реабилитацию в санаториях республики обсудили на выездном заседании Комитета госсовета по соцполитике. Оно прошло в санатории Левадия. Депутаты осмотрели лечебные и жилые помещения, оборудование, пообщались с отдыхающими. По программе государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи и реабилитацию оказывают в 19 медорганизациях и трех санаторных курортных учреждениях. Финансирование из бюджета республики. В этом году с санаториями заключены договоры на более чем 165 миллионов рублей для реабилитации 5,5 тысяч работающих жителей. Члены комитета обсудили возможность расширения перечня заболеваний, с которыми необходимо санаторное лечение, увеличение финансовых нормативов, реабилитацию и сроки лечения. Стоимость путевки, конечно, нужно рассматривать ежегодно. С учетом инфляции, конечно, эта стоимость должна меняться. Конечно, в эту стоимость должно входить и вкусное, правильное питание, но и, конечно, все те услуги, хотя не хочется даже называть это услугами, это та медицинская реабилитационная помощь, которая должна быть эффективной. Сегодня встает вопрос, есть ли необходимость, может быть, кому-то все-таки уменьшить количество дней. Вот беременной, наверное, женщине очень трудно все равно без семьи 21 день находиться в условиях стационарного лечения. Может быть, улучшить, в общем-то, услуги медицинские, при этом уменьшить количество дней. Водитель не справился с управлением, съехал с трассы. В результате два человека пострадали. По такой легенде, сегодня на ледовой переправе нижних визовых прошли учения. В нем приняли участие сотрудники ГИМС, МЧС и скорой помощи. После спасатели проверили толщину льда на переправе и дали разрешение на проезд легковушек. Это первая дорога по льду, которую открыли в Татарстане. В своей очереди ждут ледовые переправы в Мамадырском, Верхнеуслонском и в Нижнекамском районах. Произошел частичный съезд завешки автомобиля. Модель «Лада», предположительно, двое пострадавших. Это ледовая переправа через Волгу между Зеленодольском и поселком Нижние Визовые. Дежурный увидел, как автомобиль съехал с проезжей части и застрял в снегу. Внутри два пострадавших. По такой легенде, сегодня прошли совместные учения медиков и спасателей. К месту условного ДТП немедленно отправляются сотрудники МЧС. Они помещают под машину брусья, чтобы авто не ушло под лед. Салон разрезают специальными гидравлическими ножницами. Пострадавших аккуратно кладут в сани, укрывают одеялом и отвозят на берег. Пострадавших экстренно госпитализируют. Сегодня роль условно раненых сыграли сотрудники ледовой переправы. Все прошли специальную подготовку. Главное быстро спасать, быстро реагировать на все. И все. Дисциплина на рабочем месте должна быть. Такие учения проводятся ежегодно. Спасатели говорят, в случае ЧС важна каждая секунда. Случаев провала автомобилей под лед не было вообще на данной ледовой переправе. Случаи съезда с полосы движения были. Но это, как правило, происходит в сильную пургу, в сильный ветер. Вот когда видимость водителя затрудняется. После учений сотрудники ГИМС измерили толщину льда на переправе и дали разрешение на ее открытие. Теперь водители могут сократить дорогу от Зеленодольска до поселка Нижние Визовые с 60 километров до полутора. Там же трасса, там тот затор, там пробка, там еще аварий, там еще. Вот за это мы получили, что это трасса. Не страшно ездить или на полю? Нет, не страшно. Езжу уже больше 40 лет. Пока по ледовой переправе разрешено ездить только легковым автомобилем весом до 2,5 тонн. Иван Сарафанов, Алмаз Зеодинов, ТНВ, Зеленодольский район. В Казанском институте культуры разработали терапию по лечению болезней от гаджетов, но тоже цифровую. Здесь прошел финал программы «Цифровая арт-терапия». Ее цель – профилактика значимых заболеваний средствами IT-технологий. До финала дошли 25 стартапов, у всех новые подходы к лечению. Через музыку, художественное ремесло, хореографию и мультимедиа. В программе приняли участие более 600 студентов со всей России. Участники разрабатывали проекты на протяжении двух месяцев. Здесь самая особенность и специфика, что именно культура выходит на взаимосвязь уже межведомственной, где на стыке культуры и медицины мы помогаем людям. Потому что мы понимаем, что во время пандемии многие люди все ушли именно в культуру. Наши студенческие идеи, они как раз подтверждают тому, что это необходимо. Это серьезный проект, потому как именно Владимир Владимирович Путин особое внимание уделяет профориентации и подготовке будущих специалистов и их трудоустройства, чтобы после окончания вуза студенты могли себя найти в профессии. В этом году в 20 регионах России на базе институтов культуры появились 26 центров прототипирования. Они работают по таким направлениям, как цифровой контент, современная музыка, креативная индустрия, исполнительское мастерство и другие. Казанский институт культуры стал методическим центром и координирует деятельность центров. В минувшие выходные здесь прошла обучающая программа для руководителей центров прототипирования с участием федеральных тренеров. В настоящий момент акселерационные программы у нас проходят двумя этапами. Первый этап, дистанционный этап, он уже завершен. И вот сейчас к нам приехали руководители центров прототипирования из 20 регионов России для того, чтобы повысить свою квалификацию. Государственный ансамбль песни и танца Республики отметил 85-летие большим концертом на сцене оперного театра. Зародившийся в 1937 году коллектив создал более 50 уникальных программ, множество номеров и композиций. И все эти годы они бережно сохраняют традиции татарского народа, показывая всю палитру этого наследия. Юбилейный концерт стал особенным. Вместе с артистами на сцене приглашенные звезды и юные воспитанники творческой студии ансамбля. Так коллектив представил преемственность поколений и неугасающий интерес к национальной культуре. Из зрительственного зала Лена Зинатульна. Музыка, песня, танец и костюм. На сцене как единое целое четыре направления искусства. Так ансамбль дает зрителю полную картину о культуре и истории татарского народа. Коллектив рождался в стенах Татковского филармонии в декабре 1937 года. Из хоровой капеллы появился ансамбль песни, пляски и музыки ТАССР. Он и сегодня визитная карточка республики. В этом глобальном мире сохранить самобытность своего коллектива – это дорого стоит. И я очень горд, что мы это смогли. Но если ансамблю почти век будет, да, поэтому я считаю, что полвека, наверное, артистов, тысяч пятьдесят сто наверняка прошло. Многие артисты и музыканты в коллективе уже несколько десятков лет. Говорят, что интерес зрителя не утихает. Безусловно, интерес, особенно у нас в республике, народ очень ждет всегда на наши новые программы, какие-то даже свои пожелания нам отсылают. Мы сегодня передаем как бы наше наследие народа следующему будущему поколению. И в программе нашего концерта участвуют сегодня дети, наше будущее поколение, наши будущие артисты. Я давно мечтала об этом ансамбле, естественно, но когда я уже пришла, когда начала уже работать, это, понимаете, это не просто ансамбль. Это семья, это друзья. На сцене участники созвездия Елды Злык и воспитанники детской студии при ансамбле. Сегодня в ней занимаются 50 ребят, влюбленных в татарскую культуру. Очень интересно, так как это выглядит со стороны не как у всех, не как современные и очень красиво. Только за этот год 125 концертов по всей стране. Дни Татарстана в Якутии, федеральный Сабантуй в Ульяновске, Всероссийский фестиваль «Танцуй и поймай России» в Москве. Коллектив всегда в движении, буквально и творчески. Возможно, и сплетение, я не знаю, с цирковым искусством. Вот мы сейчас ведем переговоры с цирком, и вдруг в национальную концертную нашу народную историю могут вплетаться там цирковые номера. Я думаю, что вот здесь фантазировать, искать. Одним из экспериментов стал творческий союз с победительницей проекта «Голос», финалисткой Евровидения Диной Гариповой. Вместе с хором она исполнила татарскую народную песню «Гель-Жамал». Яркий финал – патриотическая песня «Халкэм» «Мой народ». Ансамблю, который за 85 лет стал настоящим лицом нации, аплодирует стоя. Лина Зинатольевна, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все повышают цены, а мы снижаем. Фирменный салон «Вятская меховая компания». Торговый центр «Иксель». Ямашево, 97, 3-й этаж. Ничто так не греет зимой, как выгодные предложения. На премиальные внедорожники «Эксит Вейкс». В «Эксит-центре РРТ» с преимуществом до 740 тысяч рублей. Комплект зимних шин и сигнализация в подарок. Звоните. 27-00-80. «Доброцен» подарит приз. Путевку, поездку или круиз. Новогодний розыгрыш от магазина «Доброцен». Главный приз – путешествие на 100 тысяч рублей. Фармленди были? Ага. Да, там сейчас скидки. Кэшбэк. Скидки. Кэшбэк. Фармленд с заботой о друзьях. Откройте вклад в Акбарс Банки и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3 тысячи рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru Кукмара. Посуда на все времена. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает. Здравствуйте, снегопады в предстоящие сутки не ожидаются. И в республике установится ясная и комфортная погода. Данил Мастер поздравляет всех жителей республики с наступающим Новым Годом и дарит скидку 20% на заказ любой корпусной мебели. Акция действительно до конца декабря. Подробности по телефону 2-167-166. Итак, по данным сервиса Яндекс.Погода во вторник в Бугульме Бавлах-Ознакаево будет ясно. Солнечно и без осадков. Ночью и днем 7-10 градусов мороза. Проясница обещает выгонять солнце в набережных Челнах Нижнекамске-Елабуге. Осадки не ожидаются ночью 9 градусов мороза. Днем 6 градусов ниже нуля. В Агре-Земенделеевске-Октаныши без осадков и ясно. Днем ожидается 7-9 градусов мороза. Ночью до 13 градусов ниже нуля. Ясно, но ветрено. В Арске-Кук-Марий-Болтасе ночью 9 градусов со знаком минус. Днем 7 градусов ниже нуля. В Болгаре-Дрожану-Буинске солнечная ветреная погода. Без осадков днем ожидается 6-7 градусов со знаком минус. В Альметьевске чисто поле Мамадыше малооблачная, вероятность осадков минимальная, ночью 6-9 градусов мороза. В среду набегут облака, к вечеру ожидается снег, температурный фон не изменится. Банк Аверс рад поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. Пусть он окутает вас любовью, заботой и добром, подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости, яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. В Казани солнечно и без осадков. Ночью и днем ожидается около 7 градусов мороза. Ветер южный, сильный, порывистый до 11 метров в секунду. Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 74%. Магнитное поле Земли – спокойно. Пусть декабрьский снег заметет ваши печали, и снова все будет чисто и ново. А впереди – радость и любовь. В студии был Илья Андреев. Желаю вам солнечного настроения при любой погоде. Делитесь душевным теплом с любимыми. Здоровья вам и сил! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok